прежде всего напомню что было на прошлой лекции на прошлой лекции мы построили меру ли бега на плоскости да что у нас было таким так скажем фундаментальные структуры у нас были на прошлых нас было прямоугольник так и которым на котором мы все рассматриваем доска например да вот на котором мы рассматривали правильные прямоугольники у нас появилось семейство измеримых по ли бегу множеств вот мы обозначали вот такую букву ну и соответственно у нас была мера ли бега вот на семействе измеримых по ли бегу множеств вот вот эти тройка это у нас было построено на плоскости вот эта тройка называется измеримым пространством измеримым пространством точно также можете посмотреть, в принципе, даже выложенные лекции на сайте. У нас иногда с Александром Анатольевичем была вторая лекция, посвященная построению абстрактной меры Лебега. Там построение совершенно те же самые, только нужно переформулировать понятие правильных прямоугольников. Там просто нужно по-другому определять элементарное множество. Вот. Поэтому, ну вот для удобства, ребят, я вот не хочу писать Пи, это все-таки прямоугольник, да? Ну вот пусть у нас задано теперь, мы не знаем, как это, то есть мы знаем, как это строится, но пусть у нас задано. Измеримое пространство. Есть множество х, так, на котором выбрано семейство, измерим их Поли Бегу множество. И мера на этом семействе это вот мера мю. Вот она. И таким образом пусть у нас вот это все задано. А теперь рассмотрим функции, определенные на множестве х со значениями во множестве вещественных чисел. f от х есть х со значениями во множестве вещественных чисел. f от x. И вот я хочу ввести понятие измеримой функции f от x, измеримости функции f от x. Ну, давайте дадим определение. Определение. Функция f от x называется измеримой по либегу на множестве x, если для любого c вещественного вот такое вот множество, измеримо, вот это множество, это же множество, да? Вот это множество измеримо по либегу, то есть принадлежит семейству измеримых по либегу множество. Вот, собственно говоря, все определение измеримых функций. Для любого c вот такое вот множество принадлежит семейству измеримых по либегу множество. Здравствуйте. Теперь свойства, полезные свойства. Ну, давайте потихонечку будем это все делать. Первое. Ну, во-первых, давайте напомним, каким свойством обладало вот это семейство измеримых множеств по Лебегу, которое будет и в случае абстрактной меры Лебега. Какими свойствами обладало? Ну, давайте напишем, если у нас А и Б принадлежат вот этому семейству измеримых по Лебегу множеств, то тогда их объединение измеримо, давайте вот так напишем. Второе. Их пересечение измеримо. Третье. Их разность измеримо. Четвертое. Ну, дополнение до всего множества х тоже измеримо. Что у нас еще? Симметричная разность измеримо. Ну, и, наконец, шестое свойство, до которого на прошлой лекции мы не добрались, в лекциях это есть, оказывается, что если у нас имеется счетное число измеримых по Лебегу множеств, вот оно, АН, ну, которые все принадлежат, которые измеримы, то тогда и их пересечение всех вот этих множеств измеримо, и их объединение тоже измеримо. Вот что, оказывается, шестое свойство. Счетное пересечение измеримых множеств измеримо, счетное объединение измеримых множеств тоже измеримо. Тоже измеримо. Вот такими свойствами же обладает и в случае абстрактной меры Лебега вот это вот семейство m. А это мы практически все, за исключением шестого свойства, все было доказано на прошлой лекции в случае меры Лебега на плоскости. Так, ну а теперь свойства. Так, можно это стереть, да? Давай теперь свойства. Свойства у нас будут такие. Так, ну, во-первых, скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, вот такое множество измеримо? Ну вот пусть функция f от x у нас измерима. Пусть f от x у нас измерима. Давайте вверху напишем. Пусть f от x измерима. Вот вопрос. Вот такое множество измеримо? f от x, определение измеримости функции вот такое вот. А вот то множество будет измеримо, как вы думаете? Что это за множество вообще говоря? Совершенно верно. Вот это множество, это есть дополнение вот такого множества. Но вот это-то у нас измеримо по условию измеримости функции. Множество-то это измеримо по определению измеримой функции. А дополнение измеримого функции до всего пространства тоже измеримо. Поэтому вот это множество измеримо. Так, разобрались. Ну давайте дальше. Следующий вопрос. Ну давайте отметим тоже первое свойство, второе свойство измеримых функций. А вот такое множество измеримо? А вот такое множество измеримо, как вы думаете, ребят? Здесь чуть посложнее, здесь чуть посложнее. Давайте введем семейство множества. Вот чтобы доказать, что вот это множество измеримо, введем семейство множеств Bn, которое есть вот что такое. x, подможество из x такое, что f от x у нас меньше c плюс единица на n. Скажите мне, пожалуйста, множество Bn измеримо? Да, разумеется, просто потому что, ну, можно здесь заменить c на вон ту константу. Это же для любой константы, но в частности для константы плюс единица на n. Значит, это действительно измеримо. Скажите мне, пожалуйста, что из себя будет представлять пересечение всех вот этих множеств? Что это такое будет, ребят? Вот, совершенно верно. Это будет, собственно говоря, вот это вот множество. Вот, собственно говоря, будет вот это множество. Ну, а как я сказал, у нас семейство измеримых по Лебегу множеств, всюду вот, где бы мы ни строили меру Лебега, обладает тем свойством, шестым свойством, что у нас пересечение измеримых множеств, счетное пересечение измеримых множеств, подчеркиваю, измеримых. Кстати говоря, давайте оговорочку-то все-таки маленькую сделаем. Здесь существенно, что пересечение счетного числа множеств или объединение счетного числа множеств тоже измеримо. Если мы берем пересечение несчетного числа множеств, такое тоже можно придумать, разумеется, то это не значит, что пересечение несчетного числа множеств будет измеримо. Точно так же, как объединение несчетного числа множеств будет тоже измеримо. Только когда счетное пересечение, счетное объединение. Ну, доказали, да. 1, 2 у нас есть. Ну, а теперь другие свойства, ребят, другие свойства. Давайте вот это я сотру. И давайте дальше двигаться. Третье. Ну вот такое вот свойство. Давайте посмотрим вот такое вот множество. c1 меньше f от x, меньше c2. Ну вот это множество измеримо. Ну, соответственно, нам нужно представить в каком-то виде вот это множество. Как его можно представить? Вот смотрите. Значит, его можно представить как пересечение. Вот следующих множеств. Так. Смотрите. Берем пересечение вот такого вот множества. Так. Ну и с пересечением вот такого множества. Правильно, да? Посмотрите. Пересечение этих двух множеств — это как раз вот это множество. Правильно. Так, посмотрите. понятно вот про это мы знаем сразу же что это измеримое множество потому что это входит в определение осталось разобраться вот с этим множеством но вот это множество давайте его обозначим через но то отдельно рассмотрим черточку проведем чтобы не перепутать вот это множество можно представить как дополнение до всего x вот от такого множества правильно посмотрите ребят вот это множество у нас измеримо вот она а мы доказали что она измерима здесь берется дополнение до всего x значит это множество тоже измеримо а здесь пересечение измеримых множеств значит тоже измерим тоже измерим аналогичным образом можно доказать следующие оставшиеся свойства давайте вот это я сотру я их все объединю потому что они доказываются уже аналогичным образом но тем не менее рекомендую вам дом посмотреть как руками проделать эту работу посмотреть как это все доказывается ну в общем то вот такие вот множество тоже разумеется измеримы смотрите c1 меньше ли равняется f от x меньше или равняется c2 так x принадлежит x значит берем c1 меньше f от x меньше ли равняется c2 вот такое вот множество c1 меньше равняется f от x меньше c2 ну и наконец это мы доказали вот еще три таких множество тоже измеримы 3 таких множество тоже измеримы теперь дальше теперь дальше теперь дальше ну некие значит вот мы доказали утверждение о том какие множество являются измеримыми а а теперь некие свойства еще свойства измеримых функций свойства измеримых функций ну вот это я сотру так ну и теперь свойства первое свойства свойства один ну давайте рассмотрим вещественную функцию вещественного аргумента вот такой вот напишем фи от y переводящая r1 в r1 ну разумеется вот на r1 r1 можно ввести тоже меру ли бега и так далее вот предположим что вот эта функция непрерывно оказывается она тогда измерима тогда измерим непрерывная функция всегда измерима это без доказательств свойства 1 непрерывная функция измерима вот собственно первое свойство второе свойство композиция измеримой функции непрерывной а вот именно такая вот композиция фи от f от x определенный на x со значениями в r1 где f от x это у нас измеримая функция так а фи от y определенный на r1 со значениями в r1 непрерывно вот такая вот композиция непрерывной функции фи и измеримой функции f от x является тоже измеримы тоже измеримы тоже измерима давайте дальше посмотрим теперь следующий момент значит так а вот теперь вот свойство 3 вот такой вот линейная комбинация измеримых функций является ли вот пусть у нас пусть f от x g от x это измеримая функции измеримая функции вопрос будет ли измеримо но их линейная комбинация ставим вопрос измерима ли линейная комбинация измерима линейной комбинации ну давайте докажем носов на самом деле достаточно Достаточно доказать не всю линейную комбинацию брать альфа и бета, потому что если у нас f от x измеримо, то альфа f от x тоже измеримая функция, очевидно, правильно? Точно так же из бета g от x, поэтому нам достаточно доказать измеримость суммы функции f от x плюс g от x. Давайте этим займемся. Третье свойство сейчас будем доказывать. Давайте доказывать. Что нам нужно доказать? Нам нужно доказать, что такое множество измеримо. Вот что такое множество измеримо для любого c. Такое множество измеримо. Но, разумеется, это множество можно переписать вот в таком виде. А теперь я хочу доказать следующее утверждение, что вот это множество можно представить в виде вот такого множества. Берется объединение по всем, значит, давайте так напишем, рациональным числам. Так, я указал индекс n, потому что множество рациональных чисел, оно счетное, его можно занумеровать. Вот я указал qn с индексом, потому что, подчеркиваю, что это счетное множество. Берем объединение, да, а теперь берем пересечение вот таких вот двух множеств. Вот мне нужно доказать вот это равенство, что вот это множество совпадает вот с этим множеством. Где, еще раз повторяю, берется объединение по всем qn, пересечение вот таких вот двух множеств. Вот нужно доказать. Давайте это докажем. Давайте это докажем. Доказательство, вот у вас уже был семинар первый у Александра Анатольевича. Доказательство равенства множеств как проводится? Ну, берем x, принадлежащим вот этому множеству, докажем, что x принадлежит этому множеству. А потом обратно. Берем и пусть x принадлежит вот этому множеству, докажем, что оно принадлежит этому множеству. И тогда мы докажем равенство множеству, правильно? Вот давайте, значит, вот это мы обозначим через А, так? А вот это множество, соответственно, вот это все большое через Б. Значит, ну вот пусть x принадлежит А. Пусть x принадлежит А. Стало быть, f от x будет меньше c минус g от x. Правильно? Россия x принадлежит А. Здесь нестрогое неравенство. Совершенно очевидно, что найдется такое натуральное qn нулевой, эээ, рациональное qn нулевой, что будет выполнено вот такое вот неравенство. Смотрите. Ну, совершенно понятно, что поскольку неравенство нестрогое, то есть строгое неравенство, то такое qn нулевой найдется. Рациональное, ну, которое разделяет вот эти вот два числа. Понятно? Найдется. А что это означает? Это означает, что у нас одновременно x принадлежит пересечению f от x, множество вот этому, x принадлежит еще x большое, f от x меньше qn нулевое, в пересечении x принадлежит x, qn нулевое меньше c минус g от x. Ну, то есть принадлежит множеству b. x принадлежит b. Ну, потому что b состоит из объединения вот таких вот множеств. Ну, разумеется, при каком-то рациональном числе вот это попадет вот в эту сумму. Вот то множество. Есть. То есть у нас теперь понятно, а вложено в b. Теперь обратно. Вложено ли b в а? Переписывайте, ребят, сейчас я сотру там. Переписали? Можно стереть. Можно стереть, да? Стираем. Ну, а теперь пусть x принадлежит b. Это означает что? Что найдется такое qn. Найдется такое qn рациональное. Ну, тоже можно индекс нулевой поставить так. Так, что у нас одновременно f от x будет меньше qn нулевое, а с другой стороны qn нулевое будет меньше, чем c минус g от x. Одновременно выполнены вот эти два неравенства. Ну, давайте их объединим тогда, вот эти два неравенства. f от x меньше qn нулевое меньше c минус g от x. Ну, отсюда из этих двух неравенств, разумеется, вытекает вот такое, что f от x меньше c минус g от x. А это есть множество a. Значит, вывод. x принадлежит a. Итак, мы доказали, что вот эти два множества совпадают. a равняется b. А это что значит, ребят? Смотрите, вот это множество измеримое, раз функция f от x измерима, правильно? Для любого рационального qn, правильно? Измеримое, вот это множество. Ну, по определению измеримое функция. А вот это множество измеримое? Ну, его тоже можно переписать как? Ну, если уж не очень понятно. g от x меньше c минус qn. Ну, разумеется, измеримое. Правильно? Множество соответствующее. Берется их пересечение. Пересечение измеримых множеств измеримое. А потом ведется счетное объединение измеримых множеств. Счетное объединение измеримых множеств тоже измеримо. Значит, в силу вот этого равенства, вот это множество измеримо. Ну, что нам и требовалось доказать, это означает, что линейная комбинация двух измеримых функций измерима. Разобрались? Давайте дальше. Давайте дальше. Следующее свойство. Следующее свойство вот какое. Это у нас было какое свойство? Посмотрите, ребят, номер какой был. Третий. Сейчас свойство четвертое. Четвертое свойство. Что мы можем сказать о произведении двух измеримых функций? Вот пусть у нас f от x, g от x измеримы. Пусть функция f от x, g от x измеримы. Вопрос. Будет ли измеримо их произведение? Измеримо ли их произведение? А вот теперь давайте здесь заметим, что произведение двух функций можно записать в следующем виде. Я не буду писать аргумент, ребят. Для сокращения записи. Пишу f на g. Произведение двух функций можно записать вот как. Это и есть 1, 2. f плюс g в квадрате. Так. Минус f в квадрате. Минус g в квадрате. Правильно? Посмотрите, ребят. Так. Мы только что доказали, что f плюс g измерима. Значит, вот здесь под знаком квадрата находится измеримая функция. Так. Вот здесь под знаком квадрата измеримая функция. И здесь под знаком квадрата измеримая функция. Скажите мне, пожалуйста, вот функция φ от у, которая есть у в квадрате. Эта функция непрерывна на r1? Непрерывна? Но мы можем представить вот эту линейную комбинацию в виде, вот это все хозяйство, как φ от f плюс g минус φ от f минус φ от g. Помните свойство номер 2, так? Так, φ непрерывная функция, под знаком ее аргумента располагаются везде измеримые функции. Значит, сложная функция измерима. То есть измерима вот эта функция, вот эта функция и вот эта функция. А дальше берется линейная комбинация измеримых функций. А линейная комбинация измеримых функций тоже измерима, как мы доказали. Ну а дальше умножается на число 1,2, это вообще очевидно, что получается тоже измеримая функция. Все, произведение двух измеримых функций измеримо. Это четвертое свойство. Теперь пятое свойство. Пятое свойство, свойство 5. Свойство 5 такое. Ну вот пусть у нас f от x измеримая функция. Пусть f от x измеримая функция. Но которая на множестве x, там где она определена, на x со значением r1. И вот эта функция f от x не равняется 0 на x. Тогда вот такая функция измерима. Частная. Частная эта функция, это измеримая функция. Откуда это следует, ребят? Опять из того, что, смотрите, вот такая функция φ от y равна единице на y. Совершенно понятно, непрерывно во всех точках, где y не равняется 0. Так? Во всех точках, где y не равняется 0, эта функция непрерывна. Ну а дальше просто комбинация непрерывной функции измеримой. По свойству там 2 получаем, что вот эта сложная функция тоже измерима. Тоже измерима. Это свойство 5. Наконец, ребят, свойство 6, которое, так скажем, очень важное для нас. Давайте сейчас сформулируем и докажем шестое свойство. Доказательство непростое, но непривычное, точнее вам. Потому что приходится работать с разнообразными пересечениями, объединениями счетного числа множеств. К этому придется привыкать. Так, ну вот следующее свойство 7, да? Свойство 7. Вот такое свойство. Пусть. 6, да? 6. Пусть. Задана последовательность измеримых функций. fn от x. n принадлежит n большому. fn от x действует из x в r1. Это измеримые функции. Предположим, что вот эта последовательность fn от x для каждого x, принадлежащего x большого, сходится к функции f от x. То есть имеет место поточечная сходимость в каждой точке множества x большого. Тогда вывод f от x, то есть поточечный предел последовательности измеримых функций тоже является измеримым. Тогда f от x измерима. Измеримая функция. Тогда f от x тоже измеримая функция. Еще раз, поточечный предел последовательности измеримых функций тоже измерим. Ну давайте доказывать. Давайте доказывать это свойство. Как его доказывать? Вот как. Смотрите, нам нужно доказать, что вот такое вот множество измеримо. Правильно? Для любого c. Вот это множество для любого c измеримо. Тогда мы докажем, что функция f от x измерима. Ну вот, а теперь, ребята, опять я строю, хочу представить вот это множество в виде счетного числа объединений и счетного числа пересечений. Вот смотрите как. Сейчас я напишу, потом будем смотреть. Берем объединение по k от единицы до плюс бесконечности, объединение по l от единицы до плюс бесконечности, пересечение по n больше или равно l, вот такого множества, x принадлежит x большому, fn от x меньше c минус единица на k. Я хочу доказать, что вот это простое множество, ну в смысле просто заданное, оказывается, равняется вот такому множеству. При условиях, разумеется, при заданных условиях, что у нас fn от x поточно сходится к функции f от x. Вот давайте доказывать. Надо доказать равенство этих множеств. Но опять, давайте вот это обозначим через a, а вот это через b. Ну и будем доказывать потихонечку. Давайте. Как доказываем сначала? Ну давайте сначала пусть x принадлежит a. Пусть x принадлежит a. Ну это значит, что f от x, значит, у нас, давайте так напишем, что найдется такое k, принадлежащее множеству натуральных чисел, достаточно большое, что будет выполнен неравенство такое. Сейчас я его напишу, и мы сейчас обсудим, что действительно так и есть. Я хочу сказать, у нас изначально x принадлежит a, это значит, что f от x меньше c, правильно? Если x принадлежит a, значит, f от x меньше c. Откуда же следует сразу же вот это, что найдется k, что вот так вот? Ну потому что неравенство не строгое. Правильно? То есть найдется такой ε на самом-то деле, что вот даже вот так будет выполнено. Ну разумеется, ε малый, но разумеется, мы за счет выбора достаточно большого k можем добиться, чтобы тут вот появился вот этот маленький ε. Понятно, ребята? Вот получилось вот так вот, да? Теперь дальше. Мы знаем, что у нас последовательность fn от x поточно сходится к f от x. А это что означает, в частности, что найдется такое l натуральное, что у нас fn от x минус f от x по модулю будет меньше единица на l. Прошу прощения, единица на k для всех n больше или равных l. Посмотрите, я записал просто вот это вот свойство. fn от x сходится к f от x. Это что значит такое? Это значит, что найдется такое l натуральное, что для всех n больше или равных l, вот при этом же k будет выполнено вот такое вот неравенство. Ну, фактически, это определение по почему. Ну вот, да. Получили. Понятно, ребят? Вот это вот понятно? А теперь смотрите. fn от x я могу записать вот как. Как? fn от x минус f от x плюс f от x. Правильно? Посмотрите. Могу так записать. Ну, а теперь беру модуль сверху. модуль fn от x минус f от x плюс f от x. Так? Могу так записать? Имею полное право. Вот это заменяем на единицу на k. Так? А f от x сверху оценим c минус 2k. Правильно? Что это тут получится? c минус единица на k. Итак, смотрим, что у нас получилось. Ключевой момент. Мы доказали, что если x принадлежит a, то найдется такое k натуральное, и найдется такое l натуральное, что для всех n больше или равных l будет выполнено вот такое вот неравенство. Смотрим вот сюда. Я утверждаю, то, что мы нашли, это означает, что у нас x принадлежит множеству b. Ну, вот оно у нас. Смотрите. fn от x c минус единица на k. Это неравенство должно быть выполнено для всех n больше или равных l. Вот, смотрите, у нас это выполнено. Так? Дальше. k и l найдутся. Ну, здесь объединение, а, значит, для каких-то k и l вот это множество будет принадлежать вот этому объединению. Понятно? Вот. Получили. Ну, теперь в обратную сторону надо доказать. В обратную сторону доказать, что если x принадлежит b, то x принадлежит a. Ну, давайте доказывать. Посмотрим. Сейчас. Давайте посмотрим. В обратную сторону проще. Можно стереть что-то, да? Вот это я вверху сотру. Вот это. И сейчас в обратную сторону докажем. Так. Пусть x принадлежит b. Это что означает, ребят? Это как раз означает, что найдется такое натуральное k, найдется такое натуральное l, что у нас для всех n больше или равных l. Я вот пишу просто вот это множество, как оно задается. Будет выполнено неравенство fn от x строго меньше c минус единицы на k. Правильно? Если x принадлежит b, это означает, что найдется такое k, найдется такое l, что для всех n больше или равных l выполнено вот это вот неравенство. Но давайте вот в этом неравенстве перейдем к пределу, при n стремящемся к плюс бесконечности. Вот в этом. Оно же выполнено для всех n больше или равных l. Можем перейти к пределу. С учетом того, что у нас fn от x сходится поточечной к f от x. Перешли к пределу. Что у нас получится вот из этого неравенства? Меньше или равно? Существенно, что строгое неравенство может исчезнуть. Правильно? Может остаться, а может исчезнуть. И у нас получится вот что. Правильно? Ой, прошу прощения. В пределе, при n стремящемся к плюс бесконечности. Так получится. Но на наше счастье это число больше нуля, единицы на k. Поэтому это сверху оценится как меньше c. А это что означает? Что x принадлежит вот этому множеству. Вот этому. Итак, получили, что у нас, если x принадлежит b, следствие, x принадлежит a. Интеграл Лебегас сначала строится для так называемых простых функций. Что такое простая функция? Ну, сначала введем понятие характеристической функции множества. Ну, она обозначается вот как. Индекс a указывает, что это множество a. Характерическая функция множества a. И это есть вот что такое. Это есть единица, когда x принадлежит a. И ноль, когда x принадлежит дополнению. Ну, то есть не принадлежит a. Предположим, что множество a измеримо. пусть a измеримо. Вопрос. Является ли в этом случае измеримой вот эта характеристическая функция множества? Измеримо ли характеристическая функция множества? Ну, давайте смотреть согласно определению измеримых функций. Берем c и рассматриваем вот это множество. Давайте посмотрим разные случаи. Первое. Ну, предположим, c строго больше единицы. Что это за множество тогда, если c больше единицы? Но дело все в том, что характеристическая функция принимает наибольшее значение, это единичка. И если c у нас больше единицы, то вот этому условию какие будут точки удовлетворять? Все. Все множество x. В этом случае, ну, давайте обозначим как-то вот это множество, да? b обозначим, да? b. В этом случае b равняется всему x. Ну, потому что для всякого x будет выполнено вот такое вот неравенство. Хорошо. Теперь второй момент. Пусть c больше ли равняется 0, меньше ли равняется единичке. Здесь у нас c меньше ли равно единичке. Но здесь же не строгое неравенство. Это когда будет выполнено? Только вот при таком значении. Понятно? То есть в этом случае вот это множество просто совпадает с дополнением множества a до x. Потому что вот эта функция может при c там, скажем, меньше или равна единичке, да? Это только вот это значение оно может принимать. Правильно? Ноль. А ноль соответствует всему вот этому дополнению. Ну, наконец, третий случай. c меньше нуля. Но дело все в том, что эта характеристическая функция не принимает значений меньших нуля. Правильно? Просто не принимает. Так что получается? Что это за множество? Пустое. Вот эти все три множества, которые мы получили, они являются измеримыми. Само x измеримо. Дополнение измеримого множества a до всего измеримого пространства x разумеется, тоже измеримо. Пустое множество тоже измеримо. Значит, получили, что для всех c вот это множество измеримо. Итак, вот эта характерическая функция является измеримой, как только измеримо a. Вопрос. А если a неизмеримо, то что мы можем сказать про характерическую функцию? Ну, скорее всего, она тоже не будет измерима. Вот. Теперь давайте введем понятие простой функции. Значит, функция h от x называется простой, если она представляет из себя линейную комбинацию конечного числа с какими-то коэффициентами c и т характеристических множеств множеств a и т, где все a и т измеримы. Все множества измеримы. То есть простая функция это просто линейная комбинация каких-то характеристических функций измеримых множеств, но конечные. Вот. Интеграл ли бега для простой функции вводится вот как. Так, интеграл ли бега по x h от x. Ну, вот здесь вот, поскольку у нас абстрактная пока теория, пишем демю. Так, демю. Это интеграл ли бега. Вот он по определению есть вот что такое. Это сумма по i от единицы до n c и т на меру множества a и т. Вот так вводится интеграл ли бега от простой функции. Так. А теперь что делаем? Теперь введем интеграл ли бега для произвольно измеримой по ли бегу функции. Для произвольно измеримой по ли бегу функции. Вот это я сотру. Что мы можем сказать тогда? Ну вот пусть у нас функция f от x измерима. Интеграл ли бега строим мы только для измеримых функций. Измерима. Так. Рассмотрим вот такое множество простых функций. H. Просто H. Семейство простых функций. Правда, не отрицательных. Больше ли равных нуля. Таких что f от x Ну, мы сначала рассматриваем в случае f от x больше ли равняется нуля. Так вот, f от x снизу мажорируется вот этими вернее мажорирует вот эти простые функции. То есть выполнено вот такое вот неравенство. Еще раз. Рассмотрим вот такое вот множество простых функций, которые снизу оценивают функцию f от x. Так. Но h от x не отрицательна, поскольку мы тоже рассматриваем не отрицательные функции. Вот пусть вот такое семейство. Так вот, интегралом ли бега от функции f от x d мю называется супремум по h от x принадлежащим h. То есть супремум берется вот по этому семейству простые функции. Ну а здесь мы пишем вот что. Интеграл по x h от x d мю. То есть вот как вводится интеграл ли бега. Вот как вводится интеграл ли бега от неотрицательной функции. Вот. Давайте посмотрим, что же нам делать в случае произвольного, так скажем. Ну если супремум не существует, ну стало быть, не существует интеграл ли бега. Правильно? Значит вопрос. Мы же рассмотрели случай неотрицательных измеримых функций f от x, так? А что будет, если она знакопеременная, там, да? Это функция. Вот с этой целью мы сейчас посмотрим следующее выражение. Так, смотрите, ребят. Вот произвольно число z. z это число. Можно записать в виде следующей суммы. Смотрите как. z плюс модуль z пополам, так? Минус модуль z минус z пополам, так? Совершенно очевидное равенство. Правильно? Что такое z плюс модуль z пополам? Давайте смотреть. Что это такое за число? Ну, надо просто рассмотреть значение z больше ли равняется 0 и z меньше 0. Вот если z больше ли равняется 0, так? То тогда мы этот модуль можем снять, и у нас получится 2z, так? Делить на 2. То есть просто z, когда z больше ли равняется 0. Правильно, ребят? А если z меньше 0, чему будет равняться эта сумма? 0. Вот эта функция, иначе, ну, можно ее переписать, смотрите, вот как. Это есть максимум и z, и 0. Правильно? Поглядите, ребят. Правильно? Максимум из двух чисел z и 0. Вот эта штука. Правильно? Проверьте, посмотрите. Иначе говоря, еще записывается вот как. z плюс. Так, z плюс. Теперь давайте смотреть, вот что с этим числом. Пишем модуль z минус z пополам. Равняется. Ну, тут опять надо рассмотреть два случая. Если z больше ли равняется 0, что тогда? Ну, вот это тогда модуль снимаем, и тут вычитается z просто, да? То есть 0. Значит, когда z больше ли равняется 0, у нас получается 0 как раз. А если z меньше 0, что у нас получается? Минус z просто. Когда z меньше 0. Вот это можно написать вот как. Как максимум. Иначе из 0 и минус z. Правильно? Посмотрите, ребят. Вот. Иначе вот эта функция обозначается вот как z минус. Так. Тем самым мы доказали, что произвольное число z можно записать в виде разности двух неотрицательных чисел. Это же число неотрицательное. Правильно? И это неотрицательное число. Правильно? Можно записать в виде разности. z плюс минус z минус. Еще маленький момент, ребят, он нам потом понадобится. Скажите мне, пожалуйста, ну вот z плюс — это функция, да? Как и вот такого вида. Эта функция непрерывна по z? Ну, эта функция от z. Она непрерывна или нет? Конечно, непрерывна. Смотрите, как она выглядит. Смотрите. Вот z плюс от z. Ну, если z меньше 0, получаем 0. Правильно? Вот она. Вот она. И z меньше 0 — 0. А дальше идет функция z, когда z больше 0. Совершенно очевидно, что в этой точке функция z плюс непрерывна. Правильно? Аналогично z минус тоже непрерывная функция от z. Вот. Таким образом, произвольное число z можно представить в виде разности двух неотрицательных чисел z плюс и z минус. Ну, а это нам нужно для того, чтобы ввести интеграл Лебега от произвольной измеримой функции. Вводится он вот как. Смотрите, ребят. Вводится вот как. Значит, интеграл по x f от x d мю по определению. Для любой измеримой функции f от x он есть. Интеграл по x f плюс от x d мю минус интеграл по x f минус от x d мю. А вот эти функции f плюс, f минус неотрицательны. Поэтому для них вот интеграл определяется таким образом. А для произвольной функции в виде вот этой разности определяется интеграл Лебега. Вот таким вот образом. Так. Ну что? Теперь давайте дальше. Давайте разбираться, ребят. Скажите мне, пожалуйста, вот если функция f от x у нас измерима, пусть... Ну, давайте маленькое замечание. Замечание напишем. Вот пусть у нас... Ну, у нас так и есть. Пусть f от x измерима. Ну, это отдельный вопрос, но просто нужно его осветить. f от x измерима. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, измеримы ли функции f плюс от x и f минус от x измеримы ли? Измеримы ли вот эти вот функции? А я не случайно вас спрашивал про то, что является ли непрерывной функцией z плюс и z минус. Потому что вот эти две функции можно записать как сложные. Следующим образом. f от x плюс. Правильно? Вот эта функция. А это, соответственно, комбинация двух тоже. Ну, то есть это сложная функция. Понятно? f от x у нас измерима, а потом берется от нее функция z плюс. Так? f от x измерима, а потом от нее берется функция z минус. У нас получается сложная функция. Но это сложные две функции являются композициями. Непрерывной функции z плюс, z минус, да? И измеримой функции f от x. z минус, значит, по свойству там, какому? 2, по свойству 2. Вот эти две функции, разумеется, измеримы. Эти функции измеримы. Обратный вопрос. Вот пусть у нас f плюс и f минус измеримы. Измерима ли функция f от x? Ну, если f плюс и f минус измеримы. Но дело все в том, что f от x у нас как раз и представима вот в виде линейной комбинации. f плюс от x минус f минус от x. Правильно? Это измерима, это измерима. Их разность измерима? Да, измерима, потому что мы доказывали. Ну, мы для суммы доказывали, но точно так же для разности. Итак, делаем вывод, что для того, чтобы функция f от x была измерима, необходима и достаточно, чтобы были одновременно измеримы функции f плюс и f минус. Сразу же хочу заметить, что, вообще говоря, неверно, что если одна из функций f плюс или f минус измерима, да, а другая нет, что у нас получится измеримость. Так, получили. Теперь следующее, важное, необходимое и достаточное условие интегрируемости функции f от x. Вот это все я стираю. Вот, и сейчас задам вам один вопрос. То, что у нас было, вернее, отсутствовал в интеграле Риммана, в интеграле Лебега становится важным свойством. Смотрите, сейчас вот это все сотру и вам кое-что напомню. Так, давайте дальше смотреть. Вот теперь вопрос, ребят. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас интеграл Риммана. Собственный интеграл Риммана. Не собственный, а именно собственный интеграл Риммана, да? Вот функция f от x. Скажите, следует ли интегрируемость функции f от x, если известно, что модуль f от x интегрируемая функция? По Римману. Да, почему? Пример можно привести. Вот такой вот. f от x, это есть. Единичка, когда x принадлежит, ну, например, на отрезке 0,1 рассматриваем интеграл Риммана, да? Ну, пересечение со множеством рациональных чисел. То есть на множестве рациональных чисел из отрезка 0,1 это единичка. И минус 1, когда x на том же самом отрезке, но только на множестве иррациональных чисел. Вот эта функция не является интегрируемой по Римману. А модуль f от x что у нас? Равняется единичке интегрируемой функции по Римману на отрезке от 0 до 1. Вот. А вот в интеграле Лебега как раз наоборот все. Все очень хорошо. Давайте вот это сотру и сформулирую теорему о необходимом и достаточном условии интегрируемости по Лебегу функции. Итак, теорема. 1. Значит, пусть f от x измерима. Пусть функция f от x измерима. Ну, мы строим интеграл Лебега только для измеримых функций. Пусть функция f от x измерима. Тогда для того, чтобы функция f от x была интегрируема по Лебегу на x. Необходимый достаточно, чтобы модуль f от x была интегрируемой функцией. f от x была интегрирована по Лебегу. Ну, вот видите, как хорошо. В случае интеграла Риммана нет, а в случае интеграла Лебега да. А почему это свойство хорошо? Да потому что, ребят, когда вы что-то там исследуете по задачам своим, да, делаете аналитические выкладки, вы оцениваете, там, у вас возникает какой-то интеграл, да, вот такой вот. В случае Риммана вот такое вот неравенство отсутствует. Правильно? Нету его, этого неравенства. Потому что вот эта функция может не интегрирована быть, а эта интегрируема, как мы уже рассмотрели, да. А вам нужно что-то оценить там и так далее. Ну, поэтому нужно рассматривать функцию не как интеграл по Римману, да, а по Лебегу. Кстати говоря, вот это свойство мы как раз еще докажем. Что в том случае, что если f от x измерима, то вот, вот так вот. Еще выполнено вот такое неравенство вдобавок. Ну, давайте доказывать потихонечку вот это вот утверждение. Что сначала, ребят? Скажите мне, пожалуйста, вот функция f от x у нас измерима, да? Мы это потребовали. Пусть f от x измерима. Модуль f от x измеримы тогда функции или нет? Конечно, измерима. Почему? Вопрос. Тоже измерим? Ну, действительно. Тут два есть подхода, как доказать измеримость вот этой функции. Первый подход совершенно верно, потому что функция модуль z непрерывная функция, правильно? Модуль z это непрерывная функция. А f от x у нас измерима. Значит, композиция непрерывной функции измеримы тоже измерима. Значит, модуль f от x вот по этому свойству действительно измерим. Измеримая функция. Но можно доказать это по-другому сразу же. Смотрите. Что из себя представляет множество вот такое вот? Ну, нам нужно доказать, что вот это множество измеримо, правильно? Чтобы доказать, что модуль f от x измеримая функция, правильно? Для любого c. Ну, как это можно записать? Это можно вот как записать. Что это и есть f от x меньше c и больше минус c. А у нас, помните, была лемма о том, что если функция f от x измерима, то вот такое множество тоже измеримо. Ну, вот тут просто, ребята, места не... Минус c, вот так. Ну, тогда это множество тоже измеримо. И стало быть, модуль f от x измерима по-любому. По первому способу, по второму способу. Доказали. Так. Ну, а теперь дальше. Предположим, что у нас функция f от x интегрируема по либегу. Так. Интегрируема по либегу. Итак, пусть f от x интегрируема по либегу. Измеримая функция интегрируема по либегу. Так. Ну, это что означает по нашему построению интеграла либега? Это означает, что функция f плюс от x и f минус от x, которые, кстати говоря, тоже измеримы, поскольку f от x измеримы, мы это доказали до того. И вот эти две функции интегрируемы по либегу. По построению интеграла либега. А теперь скажите мне, пожалуйста, что такое модуль f от x? Как его можно записать? Я утверждаю, что его можно записать вот как. как f плюс от x плюс f минус от x. Ну, давайте проверим. Напомню, что что такое f плюс от x? Это есть вот что. Модуль f от x плюс f от x пополам. А что такое f минус от x? Это есть модуль f от x минус f от x пополам. Правильно? Ну, а теперь просуммируйте f плюс f минус. Что получим? Модуль f от x. Можно доказать важное свойство, которое я пропустил. О том, что если две измеримые функции интегрируемы по либегу, то их линейная комбинация тоже интегрируема по либегу. А это и есть линейная комбинация двух интегрируемых функций по либегу. Значит, вот эта функция интегрируема. Разобрались с этим. Теперь дальше. Обратно. Пусть теперь у нас модуль f от x интегрируемая функция. Пусть модуль f от x интегрируемая функция по либегу. Пусть модуль f от x интегрируема по либегу. Так, что нам нужно, чтобы доказать интегрируемость функции f от x по либегу? Надо доказать, опять-таки, что f плюс и f минус интегрируемы по либегу. По нашему построению интеграла либега. Давайте введем следующее множество. h. Вот что это за множество теперь. Это множество неотрицательных функций, таких, что модуль f от x снизу оценивается вот этими простыми функциями. Это множество простых функций h от x. Вот такой вот. Теперь введем h плюс множество. Это, опять-таки, множество тех неотрицательных простых функций, которые мажорируют снизу функцию f плюс от x. Заметим, модуль f от x неотрицательная функция, f плюс от x тоже неотрицательная функция. И, наконец, введем множество h минус. Это и есть множество простых неотрицательных функций, которые мажорируют снизу, ну, может, неправильно, ну, оценивают снизу функцию f минус от x. Вот три множества. Вопрос. Как эти множества связаны? Давайте заметим, что, вот, кстати говоря, вот в силу вот этого равенства, вот этого доказанного равенства, с учетом того, что f плюс и f минус — это неотрицательные функции, мы получаем следующее неравенство. Смотрите, первое неравенство вот такое вот. И второе неравенство вот такое вот. Правильно? Поскольку f плюс, f минус — неотрицательные функции. Правильно? А теперь как связано множество h и h плюс? Пусть, ну, давайте вот тут вот отчерчу, и смотрите, докажем, что h плюс вложено в h и h минус вложено в h. То есть имеет место вложение вот этих двух множеств вот сюда, в h. Откуда это следует? Пусть, ну, например, докажем вот это. Пусть x принадлежит h плюс. То есть f плюс от x, значит, у нас, в частности, выполнено вот такое вот вложение, да? Неравенство выполнено. f от x больше или равняется h от x. Так? А у нас выполнено вот такое неравенство. Что отсюда следует? Отсюда следует, что модуль f от x больше или равняется f плюс от x, это вот из-за этого свойства, оценивается снизу простой функций h от x. Но стало быть, модуль f от x снизу оценивается h от x. Но это означает, что у нас h от x принадлежит h. Прошу прощения, не x, а h от x. Прошу прощения, ребята, вот это вот. Поправьте, пожалуйста. h от x. Итак, еще раз, пусть h от x из-за h плюс. Ну, тогда у нас выполнено вот такое вот неравенство. Правильно? По определению h плюс. Так? Ну, h от x из-за h плюс, значит, вот такое неравенство выполнено. Правильно? В силу вот этого неравенства получаем вот что, цепочку. Но стало быть, модуль f от x больше равняется h от x. Отсюда вытекает, что h от x принадлежит h, что и требовалось доказать. Ну, а теперь дело за малым. Смотрите, ребята. Вот это я все сотру. Осталось доказать, что у нас функция f плюс и f минус интегрируема по либегу. Ну, и тогда функция f от x будет интегрируема по либегу. Давайте смотреть. Значит, вот берем... Помните, как у нас интеграл либега от функции модуля f от x? Вот нам известно, что вот этот интеграл существует. Правильно? Вот этот интеграл у нас существует по условиям. Мы считаем, мы сказали, мы считаем, что модуль f от x у нас интегрируема функция. С другой стороны, это и есть супремум h от x принадлежащим h, вот этому множеству, от интеграл простой функции. Вот так вот. Хорошо. Еще вопрос, что у нас из себя представляет вот эти два интеграла? Давайте плюс-минус напишу, чтобы сразу же их записать оба. Это, в принципе, супремум по h от x, принадлежащих h плюс-минус. Интеграл по x, h от x, демю. Но у нас есть вложение. h плюс-минус вкладывается в h. Функция h от x у нас не отрицательна. Поэтому, смотрите, что получается. У нас имеет место следующее неравенство, что супремум по h от x, принадлежащему h, интеграл по x, h от x, демю, у нас больше или равняется, чем супремум по h от x, принадлежащему h плюс-минус вкладывается в h от x, демю. Вот это у нас не отрицательная функция. Почему выполнено вот такое неравенство, ребят? Ну, например, с h плюс. Ну, можно еще h мин. Пока h плюс просто напишем. Почему выполнено? Да потому что h от x, это у нас вот это множество h, шире множество h плюс, вообще говоря. Множество простых функций. Шире множество h плюс. Поэтому, естественно, что супремум вот от этого выражения будет больше, чем супремум по меньшему множеству. Правильно? Вот. Скажите, существует вот этот супремум? Но в силу вот этого вот неравенства, если существует вот этот супремум, то существует и этот супремум. Так? Но этот-то супремум существует, это вот что. Значит, существует этот супремум, а это вот что. Таким образом, приходим к выводу, что у нас обе функции f плюс от x и f минус от x интегрируемы по Лебегу. Ну а стала быть функция f от x, которая есть f плюс от x, минус f минус от x, тоже интегрируема по Лебегу по построению интеграла Лебега. Вот доказали. Ну давайте смотреть дальше, что нам еще нужно. Ну давайте докажем вторую теорему о свойствах интеграла Лебега. Сейчас вы переписываете, скажете, когда можно стереть. Можно стереть? Стираю. Так, крайняя теорема, после нее уже все, мы отдыхаем. Теорема следующая. О счетной аддитивности интеграла Лебега. Теорема осчетной аддитивности интеграла Лебега. Теорема 2. Так, это хорошая ручка. Теорема 2. Значит, пусть измеримая функция f от x интегрируема на измеримом множестве, на измеримом множестве, ну а содержащемся в x. Так, на измеримом подможестве множество x. АА можно представить в виде счетного объединения попарно не пересекающихся множеств. Измеримых множеств. Тоже измеримы. АН тоже измеримы. АН, давайте напишем, тоже измеримы. Тогда интеграл Лебега от функции f от x по множеству А будет равняться сумме ОН от единицы до плюс бесконечности вот таких вот интегралов. Причем, разумеется, функция f от x интегрируема на каждом АН. На каждом АН функция интегрируема. То есть вот это свойство и называется свойством счетной аддитивности интеграла Лебега. Ну, времени у нас остается мало, ребят. Давайте шаг первый. Ну, прежде всего, нужно доказать конечную аддитивность интеграла Лебега. Надо доказать, что у нас выполнено вот такое вот свойство. Если А1 не пересекается с А2. А1 и А2 — это измеримые тоже множества. Ну, опустим доказательства вот этого факта, конечной аддитивности интеграла Лебега, о том, что интеграл Лебега по объединению двух непересекающихся измеримых множеств равна сумме интегралов Лебега. Ну, это можно доказать, несложно. Наша задача — доказать именно счетную аддитивность. Чтобы доказать счетную аддитивность, то есть шаг 2, ребят, давайте посмотрим, что у нас тут получается. Шаг 2. Давайте введем фунт. Ну, во-первых, множество А, которое у нас изначально есть, вот такое вот счетное объединение, так, можно записать в виде вот такого вот объединения. БН и ЦН. Так, БН — это есть объединение конечного числа множества АН. Ну, а ЦН — это остаток. Но его можно записать вот как, что это есть разность А и БН. Так. БН и ЦН у нас пересекаются? Нет. Ну, кстати говоря, ЦН давайте тоже запишем. Это и есть сумма. От Н плюс 1 до плюс бесконечности АН. ЦН и БН у нас не пересекаются. Введем интеграл ИН. Это и есть интеграл по БН, f от x, dμ. И интеграл И, это и есть интеграл по А всему, f от x, dμ. Так. Рассмотрим разность по модулю. И минус, ну, давайте пока без модуля, ИН. Что это такое будет? В силу конечной аддитивности, шага 1, конечной аддитивности, интеграл И, что есть интеграл по А, f от x, dμ, можно представить в виде объединения, сумма двух интегралов, по БН и ЦН. Интеграл по БН, f от x, dμ, плюс интеграл по ЦН, f от x, dμ. Поэтому вот эта разность, чему будет равняться? Ну, ИН-то это у нас интеграл по БН, значит, останется интеграл по ЦН. Так. Вот. Я вам забыл, к предыдущей теореме, доказать вот это вот неравенство, ребят. Так. Давайте его сейчас докажем. Ну, давайте напишем замечание. В теореме так напишите. И докажем вот такое вот неравенство, что интеграл по x, f от x, dμ, даже по А напишем, меньше или равняется, интеграл по А, модуль f от x, dμ. Вот такое неравенство нам надо доказать. Я это забыл доказать, ребят. Давайте его докажем. Замечание. Что такое интеграл по А, f от x, dμ, по модулю? Это и есть модуль разности вот этих двух интегралов. f плюс от x, dμ, минус интеграл по А, f минус от x, dμ. А это сверху оценивается вот как. Как интеграл от f плюс x, dμ, плюс интеграл по А, f минус от x, dμ. Правильно? Давайте дальше. Но это в силу линейности интеграла Лебега можно записать вот как. Вот таким вот образом. Занести под знак интеграла Лебега вот эту сумму. А что такое есть вот эта сумма, ребят? Вспоминаем. Модуль f от x как раз. Таким образом, вот эта неравенство нами доказано в качестве замечания к той теореме, которая была до этой. Но тогда и минус и, n меньше или равняется интеграл под c, n от модуля f от x, dμ. f от x интегрируемый, поэтому модуль f от x тоже интегрируемая функция по предыдущей теореме. Так, ну давайте теперь смотреть. Так, ну что? Переписали, ребят, вот те выкладки? Переписывайте. Переписали? Переписывайте, переписывайте. Сейчас сотру это все. Можно? Давайте сотру. Это надо стереть, мне места не хватает просто. Значит, у нас f от x интегрируемая функция, поэтому модуль f от x тоже интегрируемая функция, поэтому для любого epsilon большего нуля по определению интеграла от функции модуля f от x найдется такая простая функция от h ε от x, что интеграл по а разности модуль f от x минус h ε от x, dμ, будет меньше ε пополам. Причем h ε от x простая функция, которая снизу оценивает функцию модуля f от x. Ну и h ε от x у нас больше не равняется нулю. Вот это согласно определению интеграла Лебега от модуля f от x. Теперь дальше. Отсюда, разумеется, следует, что этот интеграл по cn будет меньше ε пополам. По части множества а. Так. Теперь дальше давайте посмотрим, как сверху оценить интеграл от простой функции h ε от x, dμ. h ε от x — это для фиксированного x ограниченная функция сверху. Ну, это не отрицательно, а оценивается какой-то константой, зависящей от ε. Ну, это просто по виду простой функции следует. И здесь у нас еще нужно умножить в этой оценке на меру множества cn. А вот теперь давайте посмотрим, чему равна мера множества cn. Значит, cn — это и есть счетное объединение, вот такое вот, попарно не пересекающееся множество. В силу счетной аддитивности меры Лебега, мера cn — это и есть вот такой вот ряд. Если выбрать n достаточно большой, вот этот ряд сходится, конечно же, потому что он меньше или равен, чем μ от А. Он сходится. Поэтому при достаточно большом n найдется такое n натуральное, что у нас для всех n больше или равных, вот это n нулевое найдется, для всех n больше или равных n нулевое, вот эта величина будет маленькой. Ну, можно, поскольку вот это будет маленькая величина, ряд, да? Ну, можно таким образом добиться, чтобы это было меньше ε пополам тоже. И все. И у нас получается следующая оценка. Вот такая вот. Вот эту оценку продолжаем. i минус i n меньше или равняется интеграл cn модуль f от x d μ, что равняется интеграл cn модуль f от x минус h ε от x d μ, плюс интеграл под cn, h ε от x d μ. Вот это меньше ε пополам. Так. И это меньше ε пополам. При достаточно большом n, для всех n больших или равных n нулевое. Вот как там сделано. Ну, что это означает? Это означает, что у нас i n стремится к i при n, стремящемся к плюс бесконечности. А что такое i n у нас, ребят? Давайте ниже напишу. Напомню. Значит, i n это у нас вот что такое. Это вот этот ряд. И этот ряд сходится к i. А i это вот что. Интеграл по a f от x d μ. Но это означает, что у нас d μ равняется просто интеграл f от x d μ. Всё. На сегодня всё, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok